Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение дружеское, такое, я бы даже сказал, творческое, потому что все, что человек делает в этой жизни, он либо делает творчески, уподобляясь Богу, Творцу мира, либо равнодушно, то есть синоним бездушно. И вот то, что делает Олег Штахно, что бы он ни делал, будь то монументальное его творчество, станковое, его преподавание, его жизнь, в целом она вся творческая. Я думаю, ты согласишься, что творческий процесс неостановимый, особенно для художника, для человека творческой профессии. Это не работа, которую можно выключить и забыть. Да, еще обладая перфекционизмом ужасным, который меня мучает, потому что можно было бы и остановиться, наверное, а все равно кажется, нет, еще не все сделал, еще не совсем хорошо. И самопожирание некоторое. Тут надо хорошую, видимо, найти меру. Да, да, да. У тебя есть такое качество, оно действительно тебя отличает. Это очень, на стадии эскизов, на стадии сбора материалов очень много проводишь работы. И станковое творчество, оно такое же методичное. Мы сейчас возьмем, допустим, будь то натюрморт, пейзаж, цветы, либо это портагетное творчество. Ты великолепный портретист. У тебя есть чувство объекта, который ты хочешь превратить в некий образ, в образ глубокий. Вот, допустим, портрет Анны Павловой. Есть стандартные изображения, очень понятные, как рисуется портрет, и есть советы. У тебя образ, вот создание художественного образа, вот, допустим, портрет Анны Павловой. Это очень, это сейчас застроен очень важный момент в творчестве вообще любого, я думаю, художника, потому что можно сделать констатацию некого человека, да, изобразить. Все будет похоже, будет он, но одновременно будет не он. Это будет протокольное мёртвое изображение. Для того, чтобы любое произведение стало произведением, оно должно быть наполнено чем-то ещё. Должен быть, как бы, второй план, третий план, я не знаю, но они, вот эти планы добиваются разными, я думаю, инструментами. Сюда входит и цвет, и экспрессия, и пятно, и линия. То есть, это уже, как бы, такие технические вещи, да. Но мне всегда было интересно изобразить не просто человека, а как бы передать через окружение этого человека его судьбу, его настроение, его внутреннее состояние. Это, в общем-то, высокие, как бы, наверное, материи, высокие фразы, но, к сожалению, их назвать тоже, из них нельзя, как бы, обойтись, да. Поэтому приходится уже мотивировать такими словосочетаниями. Но всегда, опять же, возвращаясь, допустим, к Кане Павловой, важен второй план. Важно, как через окружение, через символы этих предметов можно раскрыть ее образы. Вот, в качестве, допустим, если говорить об Ане Павловой, то у нее трагическая судьба была. И вспоминая Дункан, которая была задушена собственным шарфом, а в театральной библиотеке, которую я посещал и изучал ее жизнь, была одна потрясающая фотография, где она была изображена вот с такой огромной вуалью на голове. У нее тоже была трагическая жизнь. И, собственно, как-то они мне переплились, эти две исторические фигуры. И почему-то, не почему-то, а мне захотелось через вуаль, через шлейф, который вдруг стал развиваться, превращаться в огромное покрывало, в огромную, как бы, ауру ее окружающую. И в этом покрывале возникают образы, те, которые она создала. Смотри, коза, умирающий лебедь, другие. Они, как бы, проявляются только намеками своими. Все внимание мы смотрим на нее. Но через окружение, через этот второй план, который, сажда, не бросается в глаза. Даже то, что складка, как нога балерины, стоящая на носочке, складочка, это тоже, собственно говоря, как некий символ, как некое обращение к ее творчеству. Потому что надо же как-то образ человека раскрыть, помимо просто его изобразительного внешнего вида. Поэтому в портрете, даже когда заказны какие-то портреты бывают, все равно я пытаюсь для себя найти какое-то хотя бы пятновое, интересное, просто художественное решение. Либо наполнить, опять же, каким-то содержанием через колорит портрета, либо же опять дать какой-то второй план, какие-то детали, которые бы раскрывали этого человека. То есть тем отличается искусство портрета от фотографии. Хотя сейчас я не хочу нисколько умолить фотографии, потому что она сейчас тоже поднялась на очень серьезный уровень, именно художественный уровень. И даже вспомнить то, что она не начиналась художниками, как фотография, если мы посмотрим 19 век, они очень художественные эти фотографии. Мастерская Булы, вот это известно, конечно. Да, да. Это действительно сериями, прямо у тебя портреты, там, весна, лето, зима, осень, даже где-то используешь стилизованный фон, умышленно сконцентрировав на... Именно умышленно, да, именно создавая некое такое абстрактное состояние цветовое, потому что, на самом деле, вот это времена года, серия портретов, она как бы случайно, ну, как все у нас часто, случайно рождается, от какой-то... есть стопная реакция, что мы зацепились, и дальше начинает развиваться. Это была соседка, моя девочка, которую я привел в мастерскую, одел, посадил. Фоном повесили лоскутное одеяло, тоже моего друга. И когда я стал ее писать, я понял, что на этом лоскутном одеяле очень много деталей, которые меня отвлекают, но она такая, какая-то вот загадочная осенняя вся такая, ну, что-то вот в ней всегда какие-то вызывает ассоциации любой человек, да, и вот она мне вызвала какое-то вот такое осеннее настроение. И я убрал все, что касалось реалистического содержания в фоне, перевел это в цветовое, осеннее такое абстрактное звуко-цветосочетание, и какой-то только один элементик, как маленький символ, просто листок, который, собственно говоря, расположен, опять же, очень плоскостно, то есть весь фон стал плоскостным, но тем самым она острее стала в самой пластике ее, то есть появилась больше остроты в ее пластике. Вообще ты тяготеешь к символизму, даже вот твой автопортрет, допустим, три четверти со спины, вот, с этим кружащимся осенним... Депрессивным окном, да. Я не знаю, это, видимо, в тот момент ты себя хотел выразить, ты так себя и видел в тот момент, да. В тот момент у меня было такое состояние души, вот я бы сказал так. И вот еще до этого был просто холст, где я пытался более, может быть, абстрактно передать ощущение осени, но потом я понимал, что это все равно что-то не хватает, как-то бессмысленно получалось, но когда я на это наложил свой портрет и только добавил немного темного окна, пустынного, с таким тревожным блеском в стекле, то, наверное, вот как бы портрет сложился. Он, конечно, такой немножко драматический, чуть-чуть депрессивный, но это тоже наша часть жизни. Да, да, да. То есть ты, тебя вот тяготит вот эта переживательность, вот эта неравнодушие. Не тяготит, я к этому стремлюсь в работе. Я рад, что это такая муки творчества, как и Микеланджело писал, муки творчества. Если сказать, что искусство – это радость, я не знаю, это радость или это жертва. В искусстве нужно умеет вообще. И насколько это грустно, насколько это радость. Вот то, что ты, допустим, пишешь много цветов, да, радость. Женская тема, пластические, психологически тебя увлекают – это тоже радость. Но в любой теме подспудно, как мы говорили ранее о жертве приношении, да, о жертве, подспудно идет вот эта груз. Вот это некое неотъемлемое состояние, потому что в одном, допустим, портрете очень сложно выразить всю гамму чувств этого человека, его характера, поведения. Все равно это будет некий такой образ отрочный. Он не может сконцентрировать все. Поэтому, наверное, природа, та, которая тебя, как и меня, сильно увлекает, это, наверное, то, что полно вот всей этой гаммы чувств. И ты в этом находишь свое, вот именно свое индивидуальное. Потому что нам нравятся многие там типологические, там такие есть левитановские места, мотивы, саврасовские. И ты вроде находишь вот свое. Мы с тобой в Галич ездили. Я смотрю, ты нашел образ этого Галичского озера, вот свой. Пейзаж для тебя что? Как вот ты сам чувствуешь пейзаж? Ой, Олег, этот, как ты сказал, муки творчества, да, он присутствует. Но и всегда есть радость этого творчества. Ты понимаешь, я думаю, любой человек не может быть равнодушен к природе. Потому что она настолько проникает в нашу жизнь, мы настолько с ней, к ней привязаны, взаимосвязаны с ее течением, да, что для художника это очень важный аспект творчества. Я даже удивляюсь, как люди вообще могут не писать, многие из художников пейзажа, применяется немножко загадка. Это лакмусовая бумажка, мне кажется, да? Мне кажется, ну как можно идти, вот взошло какое-то облако, блеснуло солнце, отразилось на листве, ну как это восторгает, это наполняет. Это трудно передать, честно говоря, словами. Мы говорим, что пейзаж это настроение, это скрытая мысль, да? Это, ну, она даже и не скрытая порой, а конкретная, потому что вот тебе впечатлило это. И если ты донес на полотне то, что тебе впечатлило, опять же, какими средствами, это другой разговор. Но если ты донес эту радость бытия, если ты передал это состояние, передал эти мельчайшие нюансы этого состояния, что самое сложное, почему ты, собственно говоря, еще мучаешься, потому что вроде бы ты, я думаю, тебе тоже это, наверное, знакомое чувство, ты написал этюд и недоволен, да что ж такого, вот лучше было, вот она тоньше была, природа, она была интереснее отношения. Правда, проходит время, ты возвращаешься к этому этюду и смотришь, а вот смотри-ка, как ты попал близко, все-таки зацепил тот нюанс, который тебя тогда впечатлил. И, допустим, сделаешь, не всегда мы имеем под рукой этюдник, сделаешь фотографию, увидел, впечатлился, сфотографировал. Потом проходит время, смотришь на эту фотографию, думаешь, а что ж тебя там впечатлило-то в этом виде? Вот, не находишь, что впечатлило. А ты же прекрасно помнишь, что тебя, ты же не просто этот вид сфотографировал. Вот, поэтому вот и происходит эта тайна. Даже вот несколько москов снатуры или несколько штрихов в зарисовке, они на поверху потом оказываются более эмоциональными, ценными, нежели благополучно сделана фотография, даже если качественная. Да, именно так. Энергия, видимо, разница в энергии. Хорошая оптика, спасибо Цейсу, но энергия художника – это заслуга самого художника. Конечно, с помощью Божьей он сможет вот эту энергию божественную от мироздания передать дальше через себя пропустив, передать вот другим. И вот ты мучаешься, ты пишешь, материал собираешь, компонуешь, раскрываешь, холост прописываешь и мучаешься, потому что что-то все не то, не то, не то. Но вот когда, в какой-то один прекрасный момент, вдруг ты поставил последний мазок и понимаешь, вот, ты поймал эту птицу за хвост, вот тут наступает после мук творчества та, как ее назвать, даже не лечащая, а возрождающая у тебя сила, которая тебя на другие подвиги уже толкает. Потому что ты настолько сильный эмоциональный заряд получаешь тогда, когда ты добиваешься того, что ты хотел. Вот я думаю, вот эти муки, они такие-то, муки в кавычках, они, конечно, муки, потому что без труда, но смешные поговорки не будет. Но с другой стороны, если, получается так, что ты взял мотив, ты его вкусил полностью, и потом, через какое-то время, он уже для тебя уже менее интересен. Бабочка, там, я не знаю, калибр, подлетая к цветку, берет нектар, дальше он цветок уже не интересен ей. Жизнь, она ведь тоже пестрая. Можно с одного и того же мотива, в разные времена года, там, состояния, брать разные мотивы. И они всегда будут. Но все время, допустим, быть заложником какой-то цветовой гаммы, или какого-то своего эксплуатируемого найденного хода, ну, тоже не стоит. Потому что страшно. Это, я считаю, просто приведет к творческому убийству, по сути. Убийству, по сути, да. Оскудение настолько, что… Ну, это переходит в механическую тему. То есть, ты становишься как робот, пишущий заученными отношениями, цветами. В том-то и сила природы, что она никогда не повторяется. Не будет двух одинаковых весен, не будет двух одинаковых осень, потому что каждая осень накладывается на твой возраст, на твое состояние души, и ты каждый раз по-новому будешь видеть небо, хотя оно всегда, это бы, как Лисе Герри говорит, нет современное, что такое современное небо? Небо всегда современное. Она как сейчас была, так она была и при Поликлете, или при Архимедии, или, понимаешь, при Микеланджело. Все это было то же самое, да, но в каждую эпоху человек по-своему воспринимает это. Да, и, наверное, можно назвать нас счастливыми людьми, потому что, правда, своей деятельности, мы в этом живем. Но творческим может быть любая работа, если к ней относиться, неравнодушна. Человек, он может быть не наделен какими-то искусствами, но неравнодушное восприятие той же выставки, живописных произведений, или отдельных картин, или даже просто восприятие мира. Оно уже сродни слушателя и зрителя, художника и того, кто его воспринимает. Я думаю, что это все равно наличие обратной связи должно быть. Было бы очень странно, что художник сказал, ну вот я вот выплеснулся, вот и на этом все. А есть еще и перетекание этой энергии с другими людьми. Мы же ходим в музеи, мы видим, насколько там сконцентрирована эта сила искусства. И если бы тот же Гембрандт написал и сказал, ну все, теперь мне это. То есть общественное значение искусства все равно остается. Оно воспитательное. И как бы там ни говорили, что искусство ради искусства, там разные формы индивидуализма, изма и прочего как бы не навязывались. То есть, да, живое для живых, эти чувства, они для всех общие. Это и люди объединяются. Я чувствую, Олег, ты хочешь поговорить о современном искусстве. Я считаю, почему-то думаю, что современно это только черный квадрат и различные его интерпретации. Для меня современно то, что воспринято современниками. Или нет? Это да. У меня другое в этой теме напрягает, скажем так. Некая узурпация самого термина искусства. Да. Потому что сейчас... Современно. Да. Теперь получается, кто делает инсталляции, перформансы, эпатажи и прочее, это современное искусство. А кто этого не делает, они вроде бы как бы уже даже и не современные, и даже и не искусство. Это, конечно, очень глупо. Но это уже так немножко, как сказать, это уже политика, по сути, на самом деле. Но ты прошел тоже стадию такого поиска, вот эти лимоны. Я прошел, но понимаешь, Олег, это, кстати, нормально, я думаю, для любого молодого человека, который пытается познать мир. Вот ребенок, он рождает, он встает, он сует пальцы в розетку. Он не знает, что этого делать нельзя, пока его током не ударят. Понимаешь? Это нормально. И человек... Кстати, Малевич вернулся к фигуративному искусству после квадратов своих. И так уже на минуточку вспомним. И все-таки кое-какое образование он имел. Ну, тоже Сальвадор говорил, что вы должны сначала уметь, как Виласкес, для того, чтобы от него отказаться. Просто, на мой взгляд, понимаешь, мир очень динамичен, и отрицать все оголтело нельзя, но и принимать нельзя, надо очень сильно фильтровать. И в чем-то находить для себя полезное, потому что многие из тех самых левых художников, они вносили определенные, скажем так, художественные моменты, которые, в общем-то, теперь ими... Теперь это тоже уже не искусство, потому что современное искусство другое. А это уже такое, анахронизм. Но, тем не менее, это все в области искусства их лежало тогда. Но есть искусство индивидуализма, а есть искусство божьего мира, которое понятен большинству психически здоровых людей, я так считаю. Это правильно, да. У него есть разный язык. Более декоративный, плоскостной, более объемно-пространственный, пленерный – это язык. Каким языком удалось выразить ту или иную тему максимально, тот и соответствующий данной теме язык. Язык может быть очень разнообразен, во-первых. Во-вторых, люди, которые воспринимают все это, тоже достаточно разнообразны. Понимаешь, мы не можем сказать, что все должны воспринимать только небо синим, вот как одинаково, да. Кто-то его видит не синим, а фиолетовым, или сиреневым, или еще каким-либо. Понимаешь, Олег, здесь такая тема сложная на самом деле. Я понимаю, о чем ты хочешь сказать. Я только против одного, чтобы не было подмены и не было уничтожения критериев. На самом деле, вот это, можно сказать, самое страшное. Потому что, когда нет критерий, критериев, тогда и нет оценки любого события, любой работы, любого фильма. Критерии должны быть. И в Советском Союзе, в котором мы с тобой родились и в большей части жизни прожили, все-таки надо понимать, что при всем этом были определенные критерии. Они, может быть, были социализированы слишком жесткие. В кино мы смотрим фильмы старые и смотрим современные, и не можем понять, почему же, понять-то мы, наверное, можем, почему, куда это ушло, та теплота, какая-то естественность человека. А вот язык реалистического искусства, он более позволяет выразить всю гамму чувств, настроений, исторических событий. Он просто богаче, и он понятнее. Зачем же от него отказываться? Ведь любая реалистическая картина начинается с тех же условных компонований большого пятна, тона, линий, таких раскладки, подкладки цвета. Но это не должно заканчиваться, углубляться в шею и вглубь. Кроме станковой живописи, у тебя много еще таких интересных объектов, монументальной живописи. И в качестве таких художников интерьера ты очень много работаешь. Ты поработал уже и в Большом театре, в начале своего становления, в мастерских Большого театра. И был большой объект, это Кремлевский дворец, Илья Сергеевич Глазунов как раз вот занимался. Это был Александровский, да? Александровский зал Большого Кремлевского дворца. Это была реконструкция этого зала. И в этом зале вестили картины Федора Моллера, посвященные теме и сюжетам Сарданевского. И наверху, в самом верхней части, как их называют, в картушах, были утеряны два портрета Сарданевского с химником и князем. Да, и вот мне посчастливилась такая работа, потому что у меня была возможность поехать в стационные мастерские, что называется, живьем вот так вот посмотреть Моллера. Причем эти работы, так никогда их и не увидишь, они висят очень высоко. Изучить, опять же, его технологию. Тут я подошел так же, как к копированию, потому что я должен был сделать портреты реконструкции. То есть, чтобы ощущение было, что это тоже Моллер. Хотя подлинников не сохранилось. Остались в библиотеке Милленина вот такие две маленькие черно-белые фотографии, размытые, только силуэт пятна можно было прочитать в этих фотографиях. Ну да, ты смог это сделать. И такой тоже очень крупный был объект. Это храм Верхняя Пышма, да? Или Пышма по разному названию. Да, да. А когда Иван Глазунов руководил, да, но художники, глазуновцы, мы их назовем, друзья наши, ездили как раз и работали на этом храме. Большой объект. И много интересного для себя ты открыл. Это очень много интересного. Это вообще был удивительный опыт и человеческих отношений, и творческих познаний, и вообще новый мир для художника, скажем так, реалиста, который все-таки больше работает в станковой живописи. Я был, честно говоря, счастлив той работой, тем временем. Вспоминаю до сих пор об этом с удивительным настроением. Илья Сергеевич на каком-то выступлении, телевидении, сказал, что вот никто не расписывает храм, не приглашает никто. И, значит, работники завода «Урал-Электромедь», ну, не работники, а руководство, естественно, да, увидев эту передачу, сказали, давайте мы обратимся к Илье Сергеевичу, чтобы он списал храм Успения Престой Богородицы, который находится в Верхней Пешме. Вот так эти люди появились здесь. Илья Сергеевич как бы все это возглавил. Иван Ильич сделал эскизы, росписи. И вот мы бригадой выехали. Я занимался, сказать, больше такой бригадистской работой, скажем. Ну, нужно было организовать все, свести, чтобы все было подготовлено, помимо, естественно, самих росписей. И эта работа была, конечно, удивительной, потому что расписать купол огромный, учитывая, как будут сокращаться фигуры, как они будут взаимодействовать на такой высоте, и так далее, и так далее. Там очень много интересных таких моментов. Через леса этого не видно. Пока не разберут леса, ты ничего не поймешь. И вот ты с трепетом сердца ждешь, когда начнут разбирать первый ряд лесов, и перед тобой открывается то, что ты видел очень близко, огромного масштаба. Это, конечно, подвиг. Я думаю, что мы о нем продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова